В рамках рабочей поездки по Ногайскому району глава республики посетил аул Иконхалк. Он осмотрел обновленный после капитального ремонта Дом культуры, проверил ход работ по благоустройству новой парковой зоны, а также посетил один из крупных растеневодческих хозяйств республики СПК Тохтамыш. Альбина Ламкова продолжит. Иконхалк – один из наиболее густонаселенных аулов Ногайского района. За последние годы в нем была проведена значительная работа по совершенствованию социальной инфраструктуры. В частности, был построен и открыт новый детский сад «Ильнур» на 200 мест. Также в ауле был открыт многофункциональный фетшерско-акушерский пункт с дневным стационаром. Кроме того, в данном населенном пункте в этом году впервые был оборудован и открыт спортивный зал для занятий единоборствами. В Иконхалке за последние годы были благоустроены четыре общественные территории с детскими игровыми площадками, сделаны дороги, ведущие к соцобъектам, школе и детскому саду. Глава региона Рашид Тимрезов в рамках своего визита в Иконхалк посетил еще один новый объект. После капитального ремонта здесь распахнул в свои двери обновленный дом культуры. Работа была проведена в рамках партийного проекта «Единой России. Культура малой родины». Гостям подробно рассказали о том, какая проводится работа в нем. А жизнь в ДК насыщена. Зрительный зал на 250 мест впечатляет. Осталось его активно задействовать. Если у вас здесь будет кинопроектор, не обязательно ждать новинок. Можно здесь какие-нибудь исторические, документальные, старые советские фильмы ставить, куда люди разных возрастов пойдут. Это же от нашего Минкульта зависит. По итогам визита было принято решение включить этот объект в федеральную программу для закупки кинооборудования и обустройства кинотеатра, отметил Рашид Тимрезов. Далее в гости во главе с руководителем субъекта ознакомились с ходом строительства первой в ауле парковой зоны. По плану здесь будет фонтан и еще одна уличная игровая площадка для малышей. Особое внимание в ходе рабочей поездки уделили вопросам обеспечения качественного водоснабжения в Эконхалке. Буквально центр, как у нас же преобразился. Вот этот асфальт у нас появился в прошлом году. По финансированию. Поэтому очень большое спасибо хотим сказать и попросить у вас нам воду. Ну конечно, но воду же начали делать. Остро проблемы с водой встают в летний период. Летом. Больше расхода, естественно. На дворе бассейне, дети. Здесь же надо и с жителями тоже работу проводить, чтобы они понимали, сколько нужно для полива. Полили, ну как-то так. Слушайте, ну 60 лет не решалась эта проблема, с 50-х. Сейчас мы начали потихонечку, сейчас водокачки придем, это обязательно сделаем. В Эконхалке для обеспечения бесперебойным водоснабжением уже стартовали работы по строительству водопроводных сетей. Затем в рамках рабочей поездки в аул руководитель региона посетил сельскохозяйственный производственный кооператив «Тахтамыш». Один из крупных растеневодческих хозяйств республики. СПК ориентирован на выращивание пшеницы, кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы. Альбина Ламкова, Вести, Корчаево, Черкесия.